Алкогольные энергетические напитки пользуются огромной популярностью у российской молодежи. А между тем, вред тонизирующих коктейлей очевиден. 24 сентября депутаты Рязанской областной думы приняли изменения в действующий региональный закон о запрете продажи слабоалкогольных напитков, содержащих кофеин, таурин и другие тонизирующие компоненты. Уже 1 ноября с полук рязанских магазинов полностью исчезнет данного вида продукция. Как практикующий врач полностью поддерживаю нынешний закон, который обсуждался, так бурно обсуждался. Считаю, что действительно тонизирующие напитки, содержащие турины и другие аминокислоты, с несовершеннолетним подрастающим поколением абсолютно уверенно вредны. Кроме того, запрещается продавать коктейли в нестационарных торговых точках, в том числе в тех, которые оказывают услуги общественного питания. По ранее действующему закону продавать слабоалкогольные напитки в торговых палатках, например, на остановках общественного транспорта, было нельзя. Однако, чтобы закон обойти, как это часто бывает, в палатках начали торговать пирожками и чебуреками. В итоге объекты перешли в разряд общепита. Теперь этот вариант не пройдет. Будут ужесточены требования к непосредственной реализации алкогольной продукции пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи в нестационарных торговых объектах, осуществляемые как индивидуальными предпринимателями, так и организациями, обществом с органичной ответственностью. Независимо от того, оказывают ли данные организации или индивидуальные предприниматели услуги общественного питания. Должностные лица будут привлекаться к адмоответственности. На них будет налагаться штраф от 5 до 10 тысяч рублей. На общество с ограниченной ответственностью будут налагаться штрафы от 50 до 100 тысяч рублей. Ну и само собой продажу таких напитков полностью запретят в местах проведения культурно-массовых мероприятий в образовательных, медицинских и физкультурно-оздоровительных учреждениях.